Я за речи полка, жмем, 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 жмем. Как извилистая река растянулся по улицам Старозагора национальный болгарский флаг. Триста военнослужащих и тысячи жителей прошли парадом за свободу к мемориалу в честь Самарского знамени в Старозагоре. День освобождения Болгарии от Османского ига – официальный праздник республики. Теперь и в Самарской области есть подобная дата – День Самарского знамени. Указом регионального правительства утвержден 18 мая. Русско-болгарские отношения имеют глубокие исторические корни. 140 лет назад самарские солдаты помогли болгарским ополченцам в их борьбе с турками. Желание мира во всем мире по наследству передавалось из поколения в поколение. На меня произвело очень сильное впечатление, самое важное, что советские люди, что кубишевцы, думают о мире. Они хотят жить в мире. Это кадры 1984 года. Делегация из города Побратима Старозагоры посетила Куйбышев. Его заводы, музеи, сельскохозяйственные производства. Дружба между народами стала настолько крепкой, что в Самаре появилась улица Старозагора. Один из ее строителей, Виталий Симонов, вспоминает, какими стахановскими темпами шла работа. Три смены, без суббот, без выходных, и растут этажи на глазах. Например, я вспоминаю 371 квартал, мы пришли туда где-то в конце мая и в начале июня, а в декабре уже ввели 10 домов. Сегодня улица Старозагора – это одна из жемчужинок Самары. Много зелени, сквер, инфраструктура. Огромная мозаика напоминает людям о том, что дружба между двумя странами была, есть и будет. В Болгарии этим напоминанием служит холм, на котором добровольцы получили боевое крещение в битве с армией Сулеймана Паши. Мариана Мирна, События.